Фиксики Большой-большой секрет А кто такие фиксики Большой-большой секрет Фен Нолик, ты где? Я тут Хочешь фокус покажу? Классный фокус! Долго тренировался? Да не этот фокус А фокус с гелием С каким гелем? Ну гелий это такой легкий газ Которым шарики надувают чтоб летали Тоже мне фокус Я сто раз видел как шарики летают Да не про это фокус Мне нужен гелий и шарик Как же его достать то? Я знаю как Только нужен фен Для чего? Для фокуса Ладно Мам Можно я фен возьму на минуточку? Фен придумали чтобы сушить волосы Внутри фена спрятан вентилятор Который выдувает наружу струю воздуха Воздух треплет волосы и сушит их А еще внутри фена есть электрическая спираль Которая нагревает выходящий наружу воздух Это тоже чтоб волосы лучше сохли Конечно подогрев можно и не включать Тогда фен будет туть холодным воздухом Волик Здесь я Вот фен Давай свой фокус Сейчас Включи фен И положи этот шарик сверху на струю воздуха Здарова Не падает А теперь полечу я Ой Ну да Подлечу к потолку Схвачу нитку и стащу шар вниз Я готов Давай в мощности Есть Тяни шарик вниз Не получается Это наверное потому что ты слишком маленький и легкий И что? Будем ждать пока я вырасту и потяжелею? Не знаю Нет Я так не согласен Зови Симку Симка Выходи Ну что тут у вас? Вот Здрасте И как ты там оказался? Я Дим Димычу фокус с феном показывал Смешной фокус Ха-ха-ха А давай я тебя феном к нолику подниму Чтобы нам вдвоем там болтаться Спасибо Не надо А что надо? Швабру надо Ты что? Знаешь фокус со шваброй? Ага Давай быстрей Люди существа хитроумные Иногда обычным прибором они находят необычное применение Вот к примеру фен Им можно сушить не только волосы, но и мокрые пятна на одежде А еще с помощью фена можно отклеивать липкие ценники Скажем купили бы новую кружку, а на ней такая противная наклейка Ничем не отдерешь Попробуйте погреть ее феном Клей подсохнет и наклейка отлипнет Короче, фен очень полезная в хозяйстве вещь Только будьте с ним предельно осторожны Особенно в ванной Если в этот электрический прибор попадет вода Вы рискуете получить страшный удар с оком А фен так и вообще сгорит Валент Ты лис! Так! Тяни! Ура! Идем на посадку! Эх, Дим Димыч, знаешь как классно летать в штруе воздуха Зато я могу говорить как фиксики Ты? Я! Ха! Осмотри! Эй, ты что делаешь? Хочу вдохнуть немного гелия А это не вредно? Чуть-чуть можно Привет, ребята! Ой, Дим Димыч стал фиксиком Я же обещала фокус, смешно? Ой, не могу! Какой у тебя голос клявый! Все, я уже не фиксик Гелий всего на несколько секунд голос меняет Ну и хорошо! А то такой огромный фиксик Ни в один прибор не влез бы! Консервная банка Так, что еще? Фонарик Походе пригодится Слышь, Дим Димыч, для меня не забудь место оставить Я тоже в походе пригожусь Не забуду! Только папе на глаза не попадись! А ты, Силки, не приговорись, что я с тобой иду! Ладно И, наконец, консервы! Привет, Дим Димыч! Нолика не видел? Нет! А с кем тогда ты разговаривал? Я? Эм... Просто надпись читал Ух, куда же Нолик делся? Ух, куда же Нолик делся? Симка, а вот... Зачем консервы так закрывают, что их даже попробовать нельзя? Как зачем? В консервах самое главное что? Сгущенка? Самое главное в консервах то, что еда в них долго не портится Ведь от чего начинают гнить мясо или овощи? От того, что в них размножаются бредные микробы Если этих микробов сначала удалить, а потом не подпускать к еде То она будет храниться долго Именно поэтому консервные банки плотно-плотно закрывают Чтобы внутрь вместе с воздухом не попали вредные микробы Так говоришь, Нолика здесь нет Похоже, и правда его тут нет Хе-хе-хе-хе-хе Где? Ой, я вспомнил! У меня же еще одна банка есть Что-то здесь не так Смотрите, эту консерву мама еще давно выкинула А я припрятал Вот и пригодилась А ты кому сказал, смотрите, мне? Э-э-э... Ну и себе Нас же здесь двое Гляди, какая отличная банка Да не отличная Постой-ка ее на пол Видишь? Что? А, ну, кривая чуть-чуть Чуть-чуть? Да она вздулась А это значит, что внутри размножились вредные микробы И консервы испортились Правда? А ты проверь На банке всегда пишут, какой у нее срок годности Даже консервы рано или поздно портятся А что уж говорить о йогурте или молоке Они могут испортиться всего за несколько дней Если вы что-то покупаете в магазине Обязательно посмотрите срок годности Это день, до которого еду нужно съесть А после которого она может испортиться Срок годности обычно написан на упаковке или на банке Будьте внимательны Не покупайте и не ешьте Продукты, срок годности которых истек А уж если банка вздулась Сразу ее выбрасывайте Будете из нее есть Вздуется живот Увы, если еда испортилась Починить ее невозможно То даже фиксики не помогут Срок годности кончился еще в прошлом году Значит, правильно мама эту банку выбросила Ах ты, подберушка, дядя Хрюшка И сам бы отравился, и папу бы отравил Да Остальные-то банки не вздулись? Да нет Ну пока Жаль, что я Нолика не нашла Ему папу схотел свой помогатор подарить И нет Ага, попался Я так и знала, что ты собираешься с Дим Димычем сбежать Вроде не честно А прятаться честно Дим Димыч, ты готов? Готов Готов Отлично Тогда вперед Ура! В поход! Я тоже хотел в поход Мы тоже в поход пойдем Честно? Честно-пречестно По соседнему дому Видел, какой он огромный? Термометр Ну надо же, новый термометр и не работает Дим Димыч, ты полежи А я поищу ртутный термометр Что, Дим Димыч, заболел? Ну, можно и так сказать У меня сегодня контрольная по математике А ты не готов и не хочешь идти в школу? Ну, да Симулируем, значит, маму обманываем Я не обманываю Так, притворяюсь немножко Ну, ничего Термометр не обманешь Симка, а что такое ртутный термометр? Ртуть Это такой жидкий металл серебристого цвета В новых термометрах ртути нет Они электронные А в термометрах старого типа Имеется стеклянная трубочка, в которую налет ртуть Когда кончик трубочки нагревается Ртуть расширяется и ползет вверх по трубочке Так температуру и мерят Чем длиннее столбик ртути в термометре Тем выше температура у больного Значит, если кончик термометра чем-то нагреть? Дим Димыч, ты, Дени А чем нагреть? Вот наш мам Ну-ка Мам Что-то кушать хочется Потерпи, солнышко Я приготовлю Ого, горячая Теперь у меня точно будет температура Эй, вы что здесь творите? Ого, сколько получилось? Сорок два градуса Ого, да тебя с такой температурой сразу в больницу отправят Немедленно стряхни термометр Да, надо стряхнуть, чтобы температура была поменьше Аааааа... Вот тебе и Аааа Обманщик несчастный Дин Димыч, где-то видел? Ну, Алик, не трогай ртуть Она ядовитая Некраси И ты, Дим Димыч, не касайся ртути, это опасно Отравитесь! А как же ее убрать? Позови маму, она поможет Нет, маму не могу Она узнает, что я ее обманывал Может, лучше признаться? Нет, не могу Ладно, другого выхода нет Нолик, зови папу и Масю Пеку А ты иди к себе в комнату и жди Готово, ртуть собрали Теперь нужно будет ее Обезвредить В каждом доме полно всякой химии Для мытья посуды, для чистки унитазов Для борьбы с вредными насекомыми Все эти вещества вредны для здоровья Но некоторые люди этого не понимают Попользуются каким-нибудь аэрозолем Или ядовитой жидкостью И забывают даже руки помыть А потом едят этими руками Или трут ими глаза Так ведь можно испортить желудок Или зрение А есть такие люди, которые вообще Все норовят попробовать на вкус Увидят незнакомую пилюлю или таблетку И тянут ее в рот Но так нельзя Ведь окравитесь Эх, люди Такие большие И такие неосторожные А как пить с осколками? С осколками? Все в порядке Ртуть убрали И стекло тоже? Нет, стекло не убрали Почему? Папа сказал, это не наше дело И пусть человеческий мальчик По поводу осколков Сам со своей мамой разбирается А вот и я Что с тобой? Мама, я... Я разбил термометр Разбил? Ты не порезался? Нет А ртуть не трогал? Нет А где ты его разбил? В ванной А что ты там делал? Я хотел... Хотел тебя обмануть Чтобы... Не идти в школу Но я так больше не буду Зубная щетка Когда я получу эликсир роста Я создам огромную собачью армию И захвачу мир Вау Супер Лучше, чем по телеку Ох, и доиграетесь вы до неприятностей Дим Димыч, пора спать Хорошо, пап Итак, мой секретный рецепт Сперва добавим углеродия Теперь немного бутербродия И, наконец... Лохмато-породия Кусачка Не бойся Пей, моя крошка И ты вырастишь в десять раз Что? Не вкусно? Ах, да! Я забыл заболтать Эта ультразвуковая мешалка нам поможет Дим Димыч, ты бы не трогал папину зубную щетку Ведь сломаешь Ах, ты что, спятил? Сумасшедший! О-хо-хо-хо-хо! Ух-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо Ты как? Покажу, пап! Симка, Нолик, помогите, пожалуйста! Без паники! Для начала нужно понять, что там могло сломаться. Электрическая зубная щетка состоит из трех основных частей. Батарейка, моторчик и специальный механизм, который соединяет моторчик со щетинками. В этом механизме весь секрет! Он преобразует вращение моторчика в движение щетинок. Щетинки быстро-быстро движутся вперед-назад, туда-сюда, влево-вправо, вправо-влево и чистят зубы. Так что же делать? Я все понял. Мы вынем моторчик, снимем шестеренки, разберем механизм. А сколько времени на это надо? Да, часа два. Сколько? Значит так, Дим Димыч, открой батарейный отсек. Ждите меня здесь. Это ваши зубы. Ну, конечно, не ваши, но вы меня поняли. Когда-то давно у людей не было зубных щеток. Древние египтяне очищали свои зубы жеваной палочкой. Древние греки протирали свои зубы тряпочкой. Викинги вообще пользовались не пойми чем. И только 200 лет назад англичанин Вильям Адис придумал кое-что получше. Он насверлил в косточки дырочек, вставил в них пучки щетинок и получилась зубная щетка. И вот, что я вам скажу, как Фикси, то есть как специалист по ремонту. Лучше часто чистить зубы щеткой, чем часто ремонтировать их у зубного врача. Ну что, механизм не в порядке? В порядке. Моторчик сгорел? Нет. Так что же? Вы не поверите. Батарейки сели. И все? Так я их заменю. Я знаю как. Твой папа включил щетку. Кажется, все в порядке. Работает. Фух, пронесло. Ну отлично. Твой папа и не узнает, какую бурту мешали его щеткой. Бурту! Ничтожный Нолик! Не смей так называть мой эликсир. Дим Димыч, а почему у моей зубной щетки вкус мыла? Ай-яй-яй. Доигрались? И что вы теперь скажете? А нам можно играть в кабинете твоего папы? Мы не играть пришли, а на экскурсию. Смотри, тут целый музей. Вот, например, это непонятно, что такое. А это вообще неизвестно что. Соблюдайте в музее тишину. Тоже мне, экскурсовод, сам ничего не знает. Как это не знаю? Знаю. Надо проверить этот конденсатор. Этот? Не трогай. Почему? Мы же не в музее. Это опасно. Тебя может дернуть током. Ну вы же сами трогаете. Я видела. Только когда прибор выключен. А сейчас он под напряжением. Многие века фиксики ремонтировали только механические приборы. Но когда люди придумали приборы электрические, пришлось осваивать еще и их. Первое время фиксиков частенько пило током. Было больно. Даже очень. Постепенно фиксики сообразили, что нельзя чинить включенные приборы. И вообще нельзя трогать оголенные провода. А еще фиксики поняли, что обычная вода проводит электрический ток. Поэтому, если в луже оказался оборвавшийся провод, к нему и близко нельзя подходить. Получишь страшный удар током. Фиксики это отлично понимают. Хорошо бы и люди соблюдали эти правила. Вот. Это радиоприемник. Он папе от дедушки достался. Ему больше шестидесяти лет. Дедушке? Приемнику. Ого! А он работает? Сейчас проверим. Что это? Похоже, электричество отключили. Может, короткое замыкание? Я выясню. Мам, так это вы короткое замыкание устроили. Мы хотели на экскурсии радио включить. А тут бабах! И в музее, то есть в кабинете свет выключился. Да его во всей квартире нет. Значит, я и пиццу разогреть не смогу. Она сама скоро разогреется. Теперь и холодильник не работает. Симка, а что такое короткое замыкание? Обычное электричество подключают к прибору двумя проводами. Топ течет через прибор и выполняет полезную работу. Например, греет утюг. Но если соединить два провода напрямую без утюга, тогда провода начнут греться сами. И так сильно, что вообще могут перегореть. Это и есть короткое замыкание. Оно бывает, если нарушилась изоляция проводов или какой-то прибор неисправен. Вот когда ты включил сломанное радио, провода в доме начали гореть. И что, прямо все сгорели? Да нет. У нас в доме есть автоматический выключатель, который вырубил электричество, когда провода стали греться. Уф! А чтобы этот автоматический выключатель обратно включить, надо папу с мамой ждать? Конечно! На тебе повезло. У тебя есть мы. Да! А у нас папус и Мася. Пойду скажу им, в чем дело. А вы отключите радио. Она стоком не ударит? Каким толком? Из-за тебя весь сток пропал. Готово. Готово. Включаем. Ну, Дим Димыч, что будем делать? Хм, продолжим экскурсию Погодите, я с вами Ты же с папой самым массе телевизор ремонтировала Они попросили меня побыть тут, на вашей экскурсии Чтобы у них было меньше работы по ремонту Зеркало Привет, Дим Димыч! Что это у вас зеркало? Уже целую неделю в коридоре стоит Да его папа все никак повесить не соберется А оно не упадет? Пока, видишь, не упало Ну как, Нолик? Похож я на Человека-паука? Нет, ни кабельки не похож Ты нет! Человек-паук может по стенам лазить Можно подумать, ты можешь Могу Дай-ка мне свою жвачку И дал, как в кино Ну и дальше что? А дальше Лобка! Перед вами единственный в мире фиксик-паук! Я avenues Ииии! Ойы-ыыыы! Ииии! Оп! А-а-а! Лозя меня! А-а-а! Зеркало! У-уем! Когда-то люди могли увидеть свое отражение только в воде Первые зеркала появились примерно пять тысяч лет назад Их делали из серебра или бронзы Говорят, при помощи таких зеркал греческий ученый Архимед сжег однажды целый неприятельский флот И все же человек смог хорошо разглядеть свое отражение, лишь когда появились стеклянные зеркала В них мы смотримся и по сей день Но, конечно, зеркала нужны не только для этого Они используются в телескопах, чтобы собирать свет далеких звезд Их вставляют в прожекторы и автомобильные фары, чтобы ярче светили Зеркала нужны повсюду Фух, вроде не разбилось Давай его обратно поставим Ой, Тим Тимыш, я в зеркале не отражаюсь Не может быть, это только вампиры в зеркалах не отражаются И привидения Но меня там нет Может, ты стал привидением? Не хочу быть привидением Что вы тут шумите? Опять что-нибудь натворили? Симка, мы в Человека в пауков играли И я превратился в привидение А, глупости, нет никаких привидений Ой, тебя тоже в зеркале не видно Симка, ты тоже привидение Ерунда Ой, а вот и я Здрасте А почему меня там не было? Наверное, там зеркало поцарапалось Дим Димыч, поверни-ка его Я же говорила Тут повреждено зеркальное покрытие Зеркало – это не просто стекло Обычное стекло пропускает свет А зеркало его отражает Чтобы сделать из стекла зеркало На его обратную сторону Наносят специальное серебристое покрытие В котором все отражается Сверху серебристый слой защищает краски Но все же с зеркалом нужно обращаться осторожно Оно легко может поцарапаться Или даже разбиться А это зеркало можно починить? Попробуем Хорошо, что у тебя помогатор с собой Специально взяла Когда услышала ваши вопли И серебристое покрытие в нем есть Помогатори все есть Готово! Папа идет Дим Димыч, что тут у тебя? Зеркало Ах да! Сегодня обязательно повешу Нет, не сегодня Завтра Микроволновка Итак, дети Сегодня мы познакомимся с устройством микроволновой печи С помощью которой люди разогревают разные продукты Ого! А мы здесь случайно сами не разогреемся? И об этом вы узнаете Если, конечно, будете внимательно слушать Понял Слушай внимательно Я слушаю Слушай Конечно, как и человеческие дети Маленькие фиксики ходят в школу Но многие нужные знания они получают от родителей Взрослые фиксики водят своих детей на экскурсии по разным приборам И рассказывают о том, как за ними ухаживать Фиксики папы предпочитают показывать детям компьютеры или телевизоры Зато мамы лучше разбираются во всякой кухонной технике Иногда бывает так, что в доме появляются новые приборы С которыми фиксики никогда раньше не сталкивались И тогда они всей семьей изучают инструкции к этим приборам Те инструкции, которые люди печатают для себя Но сами их обычно не читают А теперь пройдем к магнетрону Который излучает микроволны А продукты поглощают эти микроволны И от этого нагреваются Верно А теперь внимательно все посмотрели налево Ура! Свобода! О, Дим Димыч Может пойдем мультики посмотрим? Не могу Мне надо делать уроки Ну так делай скорее Да я почему-то, когда уроки надо делать, всегда есть захотеваю Тогда ешь быстрее! Не-е-е, чем быстрее я поем, тем быстрее придется за уроки садиться М-м-м, уже остыло Надо разогреть Так, минуты хватит Это не просто провода Они нужны для того... Матя, что происходит? Случилась перегрузка Микроволновка может сгореть Так бежим отсюда скорее Что значит бежим? Надо, надо спасать прибор Ой! Ой! Там же Симка спасет! Симка! Помогай! Ой! 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 Что с микроволновкой? Она испортилась? Да какая керасица! Главное, чтоб Симка с Васей не испортились! Тут никого нет? Конечно нет! Мы были за стенкой! У нас там сейчас такое было... Вот оно что! Дим Димыч, ты зачем вилку в микроволновку засунул? А что, разве нельзя? Запомни, никогда не ставь в микроволновку металлическую посуду. Не клади вилки и ложки. От этого микроволновка может сгореть, и никакие фиксики ее уже не починят. Даже металлическая каемочка на тарелке может привести к неприятностям. И еще, в микроволновке нельзя греть пищу в запаянных упаковках и закупоренных бутылках. Да и не вздумай печь там куриные яйца, они просто взорвутся. Но я же всего этого не знал. Нолик, а ты куда смотрел? Почему Дим Димыча не предупредил? А я, я... А, ты же у нас прогульщик. И сам ничего не знаешь. Нолик, ты куда? Я же с тобой разговариваю. Куда-куда. Изучать, как работает микроволновка. Да и я пойду уроки делать. Но сначала будешь долго-долго есть, да? Нет, я вообще есть не буду. Только поиграю полчасика на компьютере, и все. Шариковая ручка. И здесь нет. Дим Димыч, ты не меня ищешь? Ой. Не, красную ручку. Зачем она тебе? Да вот, учительница в дневнике замечание написала. Плохо вел себя на уроке, вертелся и разговаривал. Вау. Ну так все уже написано. Зачем еще ручка? Хочу эту запись немножко, ну, подправить. Только бы ручку найти. А, вот она. Вовка. И что ты хочешь подправить? Я везде пропишу «не», и получится. Не плохо вел себя на уроке, не вертелся и не разговаривал. Класс. А в конце допиши. И вообще он молодец. Не, так могут догадаться. Засохла, что ли? Надо расписать. Это не ручка, а ручка какая-то. Ой, а у нее шарика нет. А что, должен быть? Конечно. Она же шариковая. Ты думаешь, ручка чем пишет? Пастой. Ну, такими густыми чернилами. Правильно. А паста хранится в стержне. А на стержне есть наконечник с маленьким стальным шариком. Ну, конечно, это для людей шарик маленький. А для фиксиков он довольно большой. Когда ты проводишь ручкой по бумаге, шарик вращается, наматывает на себя пасту и переносит ее на бумагу. Без шарика ручкой писать не будет. А другой красной ручки у меня нет. Всем привет. Чего грустим? Шарик от красной ручки потеряли. Где? Где-то здесь. Тогда вам повезло. В помогаторе есть металлоискатель. Прибор, который умеет искать всякие железки. И это не шарик. Сама вижу. Похоже, на столе его нет. Еще сто лет назад люди писали перьевыми ручками, которые приходилось постоянно макать в чернилицу. Некоторым, особенно ленивым людям, это надоело. И они собрели авторучку. В авторучку можно было набрать чернила и писать, пока они не закончатся. Но авторучки иногда протекали и ставили на бумаги кляксы. С этими проблемами удалось покончить, когда появились шариковые ручки. Они простые, удобные, надежные. Разве что на стене или вверх ногами долго писать не способны. Это потому, что паста на шарике заканчивается, а новые стержни к нему не стекают. Правда, говорят, и эту проблему уже решили. Есть такие ручки, которыми могут писать даже космонавты в невесомости. А это не он? Точно! Шарик! Вот какая полезная штука! Металлоискатель! Это ты меня так называешь? Дим Димыч, помоги! О! Кстати, а зачем вам красная ручка? Нам с Дим Димычем надо кое-что в дневнике подправить! Что? Знала бы! Не стала бы помогать! Не вертелся и не разговаривал. Вам что, делают записи в дневник, когда вы хорошо себя ведете? Ага! Как только хорошо себя повел, сразу в дневник пишут. А-а-а! Видала, Симка, как Дим Димыч классно всех перегитрил! Значит, раз это единственная запись, в остальные дни ты вел себя плохо? Ага! 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 То есть... Ой! Видал, Нолик, как Дим Димыч классно сам себя перехитрил! Бумага! Что, Дим Димыч? Ты, ты поливаешь? Нет, Нолик, сочинение пишу! Как это? Нам задали сочинение на тему «Как я берегу природу». Только писать надо правду! Вот я и пишу правду! Поливаю растения! Ага! 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 Люди все больше вторгаются в природу и уничтожают ее богатство Они извлекают из земли руду и нефть, вырубают леса, загрязняют воздух и воду И все это для того, чтобы обеспечить себя едой и всякими вещами И ведь обидно, что далеко не все, что люди производят, им по-настоящему нужно Порой купят вещь и выбросят почти новую А сколько еды портится из-за того, что ее купили и не съели В общем, если хотите помочь природе, не покупайте то, что вам не нужно И бережно относитесь к тому, что купили И будьте уверены, мы фиксики сделаем все, чтобы ваши вещи служили вам как можно дольше Фу, все, можно писать Ага, пиши Экономлю воздух Сорок секунд не дышал Что там шумит? Ха! Это я забыл кран закрыть, когда воду для цветов набирал Тим Димыч, а ведь ты только что сберег воду, которой на земле не хватает Точно! Это хорошее дело! Запишем! Привет! Что делаете? Мы с Тим Димычем сочинение пишем, как он бережет природу Ага! Я уже написал, что поливаю цветы, забочусь о животных, экономлю чистый воздух И еще о том, что берегу морковку и никогда ее не ем, особенно в супе Вот морковка здесь вообще не в тему Ты уверена? Угу Ты зачем листок порвал? Сама же сказала, морковка не годится Буду переписывать Эх, не бережешь ты природу Что? Да я весь день только этим и занимаюсь Нет Ты не экономишь бумагу, значит ты не бережешь деревья А при чем здесь деревья? А при том, что бумагу делают из них Сначала деревья валят, потом распиливают на части и размельчают в щепки Эти щепки заливают водой, добавляют туда всякую химию и хорошенько перемешивают Получается жидкая клейкая масса Ее сначала подсушивают, а потом с помощью вращающихся барабанов раскатывают в тонкие листы Так и получается бумага И ради этой бумаги приходится все время рубить леса Между прочим, если каждый житель Земли сэкономит хотя бы по листочку Мы спасем целый миллион деревьев Ого! Ну, и какой ты можешь сделать вывод из моего рассказа? А такой я теперь сочинения вообще писать не буду Почему? Чтобы сэкономить бумагу и сберечь деревья Вот Ну, Дим Димыч, уважаю Бутерброд Неправильно, Дим Димыч, бутерброд ешь Тебя же телефон мешает Олик, не говори позу Ого, проиграл! Да это закон подлости какой-то Это закон бутерброда Закон бутерброда? Такого не существует Говорят, что бутерброд всегда падает маслом вниз Ученые над этим смеются Но доля правды тут есть Во-первых, бутерброд обычно летит невысоко, со стола И успевает сделать только пол оборота Во-вторых, сторона с маслом более плотная И лучше притягивается к земле А в-третьих, люди просто чаще помнят про свои неудачи Вот и считают, что бутерброд всегда падает неправильно Ерунда! Не верю я в этот закон Давай проведем опыт Ты же можешь еще бутерброды сделать Да чего их делать? Бутерброд это просто Положил на хлеб что-нибудь и готово Тогда поехали! Так, вареньем вниз Ага, и сыром вниз И ореховой пасте не повезло И колбаса туда же Теперь веришь? Нет, давай еще Надо кинуть по-другому Ой, а больше ничего нет Есть! Индейка! Какая идейка? Вот же лежит Бери вон ту на тарелке Твоя мама уже приготовила Ну, вся надежда на тебя Ага, что я говорю Эрил Хулиганы, вы зачем едой кидаетесь? Разве так можно? Отдайте! Мы закон бутерброда проверяем Оно и видно Вот и мама обрадуется Кладите уже на тарелку скорее Тяжело этот ваш бутерброд держать Вот хорошо Дим Димыч Ты хоть представляешь Какая индейка полезная? И вкусная, наверное Там же целая куча белков Витаминов И этих как их микроэлементов И еще Если ты съешь эту индейку То вырастешь На целый сантиметр Я так думаю Да И сил прибавится Тебе ведь еще кухню убирать Человек ест, чтобы быть сильным А еще, чтобы расти и развиваться Вот посмотрите Какие разные продукты Как вы думаете Есть в них что-то общее? Представьте себе Да Это питательные вещества Белки, жиры и углеводы Сочетать их правильно в еде Целая наука Например, жиры и углеводы Дают человеку энергию А белки очень ценные для детей Которые быстро растут Люди любят, когда еда вкусная Свежая и разнообразная Пусть у вас на столе Будут и салаты, и супы, и каши, и пюре И котлетки всякие Но не только бутерброды Но если нужно перекусить То хороший бутерброд Который приготовит даже ребенок Не поняла, а куда весь хлеб делся? Последний кусок остался Я опыт проводил Научный А, ну что ж, наука требует жертв Во всяком случае, научный опыт Это гораздо лучше, чем целыми днями В телефоне сидеть Да? Угу А можно мне еще? Очень уж индейка сегодня вкусная Вот ведь закон подлости Нет, это закон бутерброда Слышали? Закон есть закон А кто такие фиксики Большой-большой секрет А кто такие фиксики Большой-большой секрет Девушки отдыхают Продолжение следует... Продолжение следует...